Анне Артамоновой привет! Точнее, как она раньше давно-давно предложила, физключ-привет! Потому что она у нас известная волейболистка и написала мне сегодня, что будет готовить по синхрогимнастике ключ детей из медицинской группы своей, с кем она занимается при подготовке к экзаменам. Ну да, я говорю, хорошо, я ролик сделаю, привет тебе передам, можно? Она говорит, конечно, можно, давай. Но я хочу одновременно напомнить, что ключевой стресс-тест, это когда проверяешь, руки расходятся или не расходятся по своему желанию, руки плывут или не плывут по своему желанию, если не идут. Она говорит, знаю, знаю, я просто хотела поделиться с тобой радостью. Конечно, знает она давно подготовленный специалист по методу ключ. Ну, естественно, кто не знает, то если после ключевого стресс-теста определяется, что руки не плывут по желанию вашему, значит, ты зажатый, значит, надо сделать раскрепощающие действия, снять лишнее напряжение. Это хлёст, это лыжник, это шелтай-болтай, это лёгкий танец, это весь назад, весь вперёд с проходом вниз. Ну, много разных приемов синхрогимнастики. Они же даже учебники по физкультуре профессора Матвеева для 9-10 классов. Так вот, подбирать там надо то, что вам подходит, то, что вы делаете легко, свободно, естественно, и вот сам подбор путём перебора развивает и у вас, и у детей креативное смышление, развивает личность. Да, тут ещё мне Олег, мой друг, написал. Олег, мой друг, написал, я записал это в тексте, чтобы дословно перевести для вас. Вот, смотрите. Хочу предложить ещё одну тему для ваших видео. Ключ и отношения. Понимаю, что когда начинает гармонизироваться одна сторона жизни, к ней начинают подтягиваться и остальные. Ну, что, если попробовать ключом целенаправленно поработать на А. Улучшение отношений. Б. Поиск и создание новых гармоничных и продуктивных долгосрочных партнёрских отношений. Скобка, как брак с вопросом. Восстановление мира в фазе острой ссоры или конфликта. Уверен, что интерес будет колоссальный. К тому же, наверняка, такие запросы поступали не раз. Привет, Олег. Конечно, конечно, конечно. А вот я дам без имени. Это из Казахстана. Посмотрел очередной ваш ролик, в котором говорите о том, чтобы не переутомляться. Как всегда, коротко и ясно рассказали о значимых вещах. Любви, доброте, самоуважении. И ваш афоризм. Будешь думать только о себе, один и останешься. Стал теперь моим девизом. И тот сумбур мысли и чувства, что вчера ещё не давал покоя, сегодня утих. Слушая вас, я поняла, что способствовать сохранению мира можно и в малом. В себе, в самом, в своём доме, в коллективе. Не обязательно маршировать с ружьём. Если бы вы только знали, насколько мне помогают ваши слова. Ну, поделитесь, пожалуйста, своим мнением, как это сделать, чтобы не сойти с ума, когда тебя не поддерживают. Когда ты всегда с миром, миром, а тебя принимают за слабого. Это, конечно же, риторический вопрос, я понимаю. Все прописные истины лежат на поверхности и доступны. Единственное, что вас спасает – ваши слова. Посмотрю ролик, душа прямо радуется. Хочется срочно поделиться, рассказать, что узнала новое, обсудить. Смотрят, как на блаженную. Вот и делюсь с вами, вашими же рассказами. Спасибо вам огромное за ум, умение донести. Послушаю и обновляюсь. И сразу грязные слова из лексикона забываются. И в голове просветление настаёт. Мира вашему дому, где бы вы ни находились. Я хочу сказать, что, да, человеку вообще-то скучно и трудно просыпаться, если его не вдохновляет, например, дописать роман, или полить цветочек, или служить чему-то для себя святому. Например, дети, любовь, например, друзья, любимое дело. И вот очень важное понятие, почему живой не происходит. Откуда берётся вообще природа эгоизма. А это просто потому, что инстинкты выживания – тело. Люди не могут быть, как дети всегда, ангелами, из-за того, что они взрослеют, гормоны, страх смерти. Отсюда же всё это происходит, источники эгоизма. А то всё пишут, не надо быть эгоистом, не надо быть эгоистом. Но это естественно, что не надо. Надо быть как раз таки альтруистом, гуманистом, любящим, дарящим, радующимся, когда ты делаешь кому-то хорошо. Да, конечно, надо быть таким. Но для этого надо, чтобы уметь снимать стресс. Потому что все мы находимся в состоянии волнительных. Перед экзаменами, перед важными встречами. Да, но мы же там думаем о себе в этот момент. Потому что если стресс нас трясёт, ну какой же здесь может быть момент быть свободным внутри, быть таким лёгким, любящим. Ну, конечно, эгоизм там возникает. Поэтому вот, поскольку я начал именно с нашей любимой волейболистки-чемпионки Анны Артамоновой, передавая ей привет, напоминаю, что она специалист по методу ключ, не просто так. Так вот, поскольку я с этого начал, я хочу сказать, что для меня лично мой дом – планета. Я хочу, чтобы был мир в мире. Я хочу, чтобы войны сократились и одновременно сократились и потребности в лекарствах, потому что сокращается война в тебе в самом. Война и в мире сокращается. Ну, откуда там возникают вот эти войны? Ну, конечно, потому что грех складывается в большую-большую такую мощную силу зла. Это слабости человеческие, это жадность, может быть, это вот именно эгоистичные моменты. Потому что люди в стрессе. Вот как просто всё. Научаясь снимать стресс и использовать энергию стресса по своим интересам. Вот перенаправлять эту энергию на решение своих задач, чтобы ваши мечтания достигались быстрее и проще. В том числе и в мире на планете, в том числе и в семье. Ну, а вот теперь получается, что на всё время спрашивают, когда ребёнка спрашивают, ты папу больше любишь или маму? Ну, смешно. Я и маму любил, и папу любил. Естественно, я ещё как капказский мужчина всех женщин любил сразу. Например, маму любил сразу, и жену Татьяну любил сразу. И одновременно их любил. Я не мог отдать предпочтение, кого ты любишь, жену или маму. Или, например, детей. Сына Олена, психолога уже такого большого. Или дочку Шаилу Олееву, психолога такого большого, моих детей. Или внучку мою, Гретку. Господи, ну как можно так вот делить друг друга? Ну как? Любить надо всех, естественно. Ещё тут такого плохого нет. Наоборот. Чем больше людей ты любишь, а мой дом планета, я люблю всех. И, кстати говоря, мы все в этом одном доме. Давайте, как говорится, жить дружно. Давайте, чтобы это дошло до каждого, и чтобы это за слабость не считалось. Это сила. А сейчас получается так, что эксплуатирует больше слабый историй человек, вместо того, чтобы укреплять сильные. А сила – это добро, это любовь, это сопереживание, это созидание. Поэтому сразу скажу ещё раз, кто не созидает, тот разрушает. До встречи, друзья.